В Карабутахкенском районе поезд насмерть сбил женщину. По предварительной информации, причиной стало халатное отношение к правилам безопасности. Бесстрашие и материнская сила стали символами героизма Закария Алиева. Дагестанец три недели в одиночку сражался на Запорожском фронте. И теперь о его подвиге знает вся страна. Мать героя посетили сотрудники фонда Инсан и отдела просвещения Муфтията Республики. Назначен новый руководитель Центра по изучению Корана им стал Насрула Абубакаров, сын известного богослова и бывшего муфтия Саид Мухаммада. Дагестанец завоевал 15-ю золотую медаль на Кубке России по настольному теннису. Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Тульской области. В Карабутахкенском районе на перегоне Тарки-Манас пассажирский поезд сбил насмерть женщину. Она проживала в поселке Манас. Ей было 48 лет. По предварительной информации, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности на железной дороге. Следователи устанавливают все обстоятельства. Напомним, что двумя днями ранее в Махачкале поезд сбил молодую девушку. С различными травмами она находится в больнице. Напоминаем, что железная дорога – зона повышенной опасности, поэтому пути необходимо переходить только по специально оборудованным переходам, предварительно убедившись в отсутствии движущегося состава. Поэтому при приближении к железной дороге нужно быть предельно собранным и внимательным. Необходимо снять наушники и прекратить пользоваться телефонами и гаджетами. Это поможет вам вовремя увидеть и услышать приближающуюся опасность. С выше 740 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный сельхозземлям Дагестана. Специалисты Россельхознадзора и ФСБ выявили более 20 незаконных карьеров в восьми районах республики. Среди них Дербенский, Гумбетовский, Кумтеркалинский и другие. На этих участках незаконно добывались полезные ископаемые при помощи специальной техники. Материалы переданы в полицию для дальнейшего разбирательства. По всем фактам выявленных нарушений, правообладателям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Материалы проверок с приложением расчетов ущерба направлены в территориальные отделы полиции для принятия решений. Бесстрашие перед врагом и бесконечные мольбы матери. Именно это помогло Закарье Алиеву в атаке националистов на Запорожском фронте. Три недели парень в одиночку защищал родную страну без еды и воды. О поступке Закарье сейчас знает вся Россия. Для матери, которая воспитала сына в духе патриотизма, это большая гордость. Чуть-чуть ребенок в Бурде должно быть, иногда даже так мысль выходит. Он никогда кисло, хмуро не смотрел. Он у него почет родителям, почет сестрам, почет соседям, почет другим уважения. Он, я не говорю, я не хвалю. Он очень хорошо воспитан. Так и должно быть. И сейчас, когда Халисат Алиевой так необходима поддержка, сотрудники фонда Инсан и отдела просвещения по Кизлярскому району решили не оставаться в стороне и посетить ее. Вам огромное спасибо, что воспитали такого сына, который прославил нашу республику тоже с лучшей стороны. Но на фоне всего, что сегодня происходит и таких, скажем, нападок со всех сторон нашей республики, вот такие героические поступки, которые сделал ваш сын, это очень важно сегодня. Пусть Аллах будет доволен им. Сама Халисат находилась в трудном финансовом положении и одна воспитывала Закарию. Но это не стало препятствием для того, чтобы воспитать отважного и мужественного сына, которым будет гордиться не только Дагестан, но и вся страна. Самое сильное оружие – это дуа на самом деле. И еще лучше – дуа матери, которая сильно переживала, искренне. Еще раз, так же, как в Махте, хочу поблагодарить вас, что воспитали такого сына, с которого уже можно брать пример, который за вас будет горой стоять. Такой патриотизм этого человека меня просто удивил, когда я читал тоже. Еще раз вам баракала за такого сына. Сейчас же парень восстанавливается в госпитале. Реабилитация проходит под личным контролем главы республики Сергея Меликова. Тамара Самедова, Мурат Бикбарзов, Новости ННТ, Кизляр. Метаболическое здоровье. В историческом парке «Россия. Моя история» на эту тему прошла конференция Международной школы ЮНЕСКО. Участие в ней приняли эндокринологи, терапевты, кардиологи и другие эксперты. В Адыгиде ЮНЕСКО конференция называется «Метаболическое здоровье». Она посвящена эндокринологической помощи населению, в частности с сахарным диабетом. Это по сегодняшний день остается одной из самых актуальных проблем здоровья. И вот сегодня очень замечательное такое событие, где профессоры, коллеги, врачи будут делиться опытом по лечению этого заболевания. Поэтому очень важно это событие проходит в республике Дагестан. И мы, администерство здравоохранения, приложим все усилия, чтобы помощь больным была качественной, современной, чтобы последствия заболевания сахарного диабета проходили как много легче. Проблема сахарного диабета стала одной из главных тем конференции. Эксперты подчеркнули, что люди с этим заболеванием имеют более высокий риск развития различных осложнений, таких как сердечные заболевания, инсульт, ухудшение зрения и быстрый набор веса. Раньше всегда говорили, сахарный диабет, надо снижать сахар. А люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, от заболеваний почек, печени и так далее. И тогда появилась необходимость объединить вот эти все знания под эгидой вначале. Кардиометаболическое здоровье, потом просто метаболическое здоровье, но в основе так или иначе ожирения. Отметим, что конференции Международной школы ЮНЕСКО проводятся по всей стране вот уже на протяжении трёх лет. Сергей Меликов ответит на вопросы жителей в прямом эфире. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале. Трансляция пройдёт 29 ноября, где дагестанцы смогут задать свои вопросы и обсудить важные темы. Вы знаете, что я всегда открыт для диалога. Думаю, как и прежде, вас будет интересовать социальная сфера. ЖКХ – поддержка участников СВО. На все вопросы отвечу искренне. Обращения можно оставить заранее по телефону, который вы видите на экране. Через портал «Вопрос» главе Республики Дагестан или на странице главы ВКонтакте. Сбор вопросов от дагестанцев ведёт в том числе ЦУР региона. По их данным, за четыре дня поступило более 650 обращений. Основная тематика была здравоохранение, строительство, коммунальное хозяйство, обращения участников СВО и их родственников. Предположу, что и в этом году обращений будет не меньше. Напомним, что в ходе прямой линии в прошлом году глава региона ответил на 35 озвученных вопросов, многие из которых касались дугазификации, проблем ЖКХ, электроснабжения, водоснабжения и помощи инвалидам. Отметим, что прямую линию покажут также на телеканалах ННТ, РГВК и ГТРК «Дагестан». Дагестан и Луганская народная республика будут сотрудничать. Председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Стороны обсудили расширение торгово-экономических и гуманитарных связей между республиками и подписали соглашение. В рамках договора запланированы взаимные поставки сельхозпродукции, создание новых компаний, а также взаимодействие в сфере культуры, спорта и туризма. Абдулмуслимов подчеркнул, что Дагестан готов оказывать поддержку ЛНР. Сейчас 50 стран, более 50 стран мира, все на то воюют против нашего российского государства. И мы должны быть рядом и делать все, чтобы победа была за нами и поддержать нашего президента. Был я на Дербенском заводе, был в Кизляре, купались в море. Природа, конечно, просто очень-очень шикарная. Но я, к сожалению, не знал, что настолько развита промышленность и сельское хозяйство. Новым руководителем Центра по изучению Корана в Дагестане назначен Насрула Абубакаров. Это решение муфти Дагестана озвучил на встрече с коллективом учебного заведения. Шейх Ахмад Афанди отметил значимость изучения священного писания и правильного его понимания. Это мало. В арабских странах везде мечеты полные Коранами. Конечно, против арабов мы ничего не имеем. Они такие хорошие люди. Но нам это недостаточно только Коран читать. Обязательно, когда Коран читаешь, надо знать Тафсир. А Тафсир, чтобы знать, что нужно, читать. В ходе беседы муфти также упомянул, что ранее этот центр был назван в честь известного богослова и общественного деятеля Хасмухамада Хаджи Абубакарова. В советское время, я часто это упоминаю, преследовали религиозных людей. Вот в это время достаточно было читать Коран. Просто Коран. А Хасмухамад Хаджи, он в то время искал людей, у кого есть таджвид, у кого есть махрад, у кого есть иджаза на это. Это в советское время, в 60-70-е годы. Вот с тех пор Хасмухамад, можно сказать, в Дагестане, как новое развитие дал для махраджа, для таджвида. Вот этот центр я хочу называть именем Хасмухамада Хаджи. Тем более, он двоих сыновей потерял, которые распространяли ислам. И это заслуживает большого уважения этот человек. Стоит также отметить, что Насрула Абубакаров является не только учёным, но и сыном бывшего муфтия Дагестана Сейд Мухамада, который отдал жизнь в 1998 году за то, что распространял традиционные духовно-нравственные ценности. Дагестанец Расул Назиров завоевал 15-ю золотую медаль на Кубке России по настольному теннису. Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в городе Олексин Тульской области. Там же Назирову не было равных в турнире Кубок чемпионов, который проводился под эгидой Паралимпийского комитета России. Эти соревнования стали для нашего спортсмена этапом отбора на чемпионат Европы, который намечен на сентябрь 2025 года в Швеции.